Батюшка, и среди прихожан одного и того же храма, бывает, возникают такого рода споры. Ну, вот, собственно, возникает между прихожанами такой спор. Часто ли или редко ли? И каждый ссылается на авторитет своего духовника. Да. Но, батюшка, собственно, кто должен решать этот вопрос? Прихожане ли между собой или же духовники между собой должны разобраться, какая позиция более верна? Я думаю, что, конечно, в каждой епархии, во-первых, определяет это правящий архиерей. Все зависит от епископа. Вот епископ, который в данной епархии, он какой придерживается позиции? Экономии или окривии? И уже исходя из вот именно установки епископа, все определяется. Если епископ разрешает разную практику внедрения, чтобы было и экономии, и окривия в епархии, это одно дело. Если он требует жесткого подхода, это другое дело. Поэтому все определяет епископ. Конечно, в храме определяет все настоятель по благословению епископа. И если настоятель допускает разные подходы, ну такое, наверное, тоже может быть в храме. Хотя лучше, чтобы в одном храме был единый, конечно, подход. Но в данном случае, опять же, если даже разные подходы, один батюшка подходит жестко, другой мягко, то постепенно какие-то люди, которые нуждаются, и которым нравится жесткий подход, они пойдут к этому батюшке. А кто воспринимает мягкие, пойдут другому. И время покажет. Знаете, вот как действительно говорил Господь, по делам их узнаете их, по плодам их узнаете их. В духовных вопросах имейте между собой разномыслие, дабы выявились между вами наиболее одаренные. Вот я так бы сказал, до революции было такое правило. Количество прихожан данного прихода определялось по количеству причастников от Лазаревой субботы до Пасхи. Вот суммировалось вот это все число, и вот эти люди, это количество, оно показывало, сколько прихожан в этом приходе. И каждый год сравнивалась эта цифра. Она одна и та же, она уменьшается, она увеличивается. Я бы сравнил это, вот богослужебные журналы, которые мы везем, именно как с соревнованиями по рыбалке. Вот у каждого рыбака есть свой метод лова. Ему вы выделили сектор от лова. И, по сути дела, вот после, когда заканчивается время, происходит взвешивание. У каждого свои методы лова, а взвешивание – это количество причастников. Образно говоря, ведь апостолы были рыбаками, и мы тоже являемся ловцами человеков. И это очень важно, конечно, сколько людей мы привели ко Христу. Потому что выцерковление человека – это не просто приход в храм, выполнение ритуалов, обрядов, покаяния, испыть, что является очень важным. Но главное – это святое причастие. И в первые века христианства люди, которые вплоть до Шестого Вселенского Собора не причащались, оставаясь на литургии верных, они могли быть отлучены от церкви. Они писали специальные объяснения правящему архиерею, как такое могло быть. Если они не причащались, они были на оглашенной изыдите, на екти неоглашенной, должны было уйти из храма. И все, кто оставался на литургии верных, в обязательном порядке причащались. Продолжение следует...